В столице презентовали книгу, посвященную первому профессиональному хормейстеру Якутии Февронии Байшевой. Автор издания Татьяна Павлова-Борисова представила книгу перед музыкальной общественностью республики. Подробности у Юрия Осипова. Национальная музыкальная культура Якутии неразрывно связана с именем первого профессионального хормейстера Февронии Байшевой. Она живая легенда якутской музыки, очень большого масштаба личность. И вот сейчас мы, люди, живущие в этом поколении, до конца не осознаем, насколько велика ее роль в развитии якутского музыкального профессионального искусства. Феврония Байшева была главным хормейстером декады якутской литературы и искусства в Москве в 1957 году и многих других важных музыкальных событий. На протяжении почти 40 лет она возглавляла хор якутского радио. Бессменным концертмейстером порядка 18 лет с ней проработала Аиза Решетникова. Я вот видела, как она готовила хор свой. Во всех музеях есть такие фотографии по 1957 году. Это огромный зал филиала Большого театра, хор сводный. И тогда создалось впечатление о Якутии как о хоровой республике, о том, что вот так развито хоровое искусство. За заслуги в развитии искусства Феврония Байшева была удостоена званий народной артистки Якутии и заслуженной артистки РСФСР. Она стояла у истоков создания и держорско-хорового отделения музыкального училища, совмещая работу хормейстера с преподаванием. Она воспитала много талантливых музыкантов. Мои выпускники очень много по всей республике, они поехали по разным городам, районам, и они открывали хоровое, вот это хоровые коллективы создавали и открывали музыкальные школы. И сегодня Феврония Алексеевна продолжает принимать активное участие в хоровой жизни республики. А подарком на презентации книги для нее стали слова директора филармонии Туяры Пестряковой о том, что в правительстве принято решение о создании профессионального хора на базе филармонии. Это значит, что дело всей жизни первого хормейстера продолжает жить и развиваться. Юрий Осипов, Андрей Асикритов, НВК Саха, Якутск.